95 декабря 2022 года распечатали мы последний месяц в году вот ну и традиционно пройдем сегодня по базой презентации вот и в конце поговорим обсудим новости вот есть одна интересная новость о том как каким видит вообще наш мир компьютер вот было интересное исследование сделано вот мы посмотрим каким образом нейросети компьютер видит наш наш мир через сто лет вот мы видели раньше посмотрели картиночки с марками 1914 года каким видели будущее сто лет назад вот но сейчас посмотрим каким видит его компьютер вот ну и традиционно начнем нашу встречу меня зовут алексей наумович да по прозванию атишник программист вот и 14 года партнер по продвижению ю технологии технологии юницкого вот но и начнем с базовой проблемы проблема современного транспорта вот и ну ни для кого не секрет особенно для всех присутствующих вот что проблемы в транспорте особенно на дорогах они есть же наболевшие вот это пробки аварии вот некоторых странах это вообще целая проблема потому что кто-то добраться чуть ли не на крышах автомобилей и автобусов перемещаются вот мы в общем-то довольно серьезная проблема вот помимо проблем в перевозке людей есть также проблема перевозки грузов которая связана с проблемами вот таких вот узлах где непосредственно контейнер снимается допустим кораблей вот и вот это место узкое место узкое горлышко когда с корабля контейнер но надо поставить на землю вот и дальнейшем отправить его куда-то какую-то логистическую там цепочку по железной дороге либо по автотранспортам и так далее в общем то то самое место где происходит очень серьезный затык вот мы даже знаем есть примеры той же нигерии где просто проблема просто колоссальная вот хотя принципе европейские порты тоже особо не сильно отличаются в общем проблемы также понятно вот помимо проблем вышеперечисленных есть проблема с естественной средой то есть где-то борются со снегом как у нас сейчас где-то борются с песками например в эмиратах вот где-то борются с паводками как например при разливах реки амазонки вот но и в общем то все это тоже накладывает определенные неудобства отпечаток на использование транспортных систем естественно выхлоп разливы нефтепродуктов вот все это такие вот аспекты использования транспортных систем вот ну и дальше строительство дорог также довольно сложное то есть что построить казалось бы простую дорогу там через лес вот необходимо вырубить лес необходимо снять грунт необходимо сделать специальную подушку но все это в общем то дорого-долго вот ну и занимает много времени вот но и проблемы не только на земле вот мы также при использовании надземных конструкций то есть они вроде как в нужном направлении движется сами разработки вот но именно за будущее за транспорта второго уровня но не менее пока еще вот эти существующие технологии очень и очень массивные дорогостоящие медленно медленно движется по ним транспорт в общем то тоже ряд проблем вот но и канатной дороге тоже иногда сравнивают говорят что канат на дороге где-то решает ну да где-то решают в общем то тоже это далеко не универсальный способ передвижения вот и он имеет ряд недостатков то есть это и для дальность пути вот и перемещение всей целой трассы то есть не просто одну кабинку двигая на всю трассу то есть в общем то это износ узлов скорость вот мы в общем то все в этом духе вот ну и вот так вот резюмируя транспортное решение транспорт есть проблемы в транспорте вот и надо их решать вот идеальное транспортное решение уже существует вот мы все многие присутствующих уже о нем знают струнные транспортной системы sky way это уже существующие транспортные системы Почему струнная? Потому что ядром технологии является струна. То есть, в общем-то, мы видим рельс снаружи как будто бы обычной прямоугольной формы, но внутри есть специальная струна, предопреженная, которая позволяет сделать струнный рельс очень длинным, очень гибким, очень таким вот ажурным, не насмотря на все его несущие характеристики. То есть, он может под нем передвигаться, довольно массивные машины. Вот, реальная фотография, уже действующая модель. Ну и, естественно, ни для кого не секрет, что идеально нет необходимости срезать горы, нет необходимости закапывать озера. То есть, сама транспортная система, которая находится над землей, она имеет идеально ровную форму, то есть, по ней можно ехать очень быстро, очень комфортно, строится она очень легко, то есть, ну и недорого, вот, то есть, обладает, в общем-то, всеми преимуществами. Вот, ну и вообще в струнном транспорте есть такие вот три разновидности путевой структуры. То есть, в серединке мы видим фирменная жесткая структура, где можно ехать и сверху, и снизу. Чуть выше мы видим полужесткая, снизу гибкая. В общем-то, каждая из них применяется для своего ландшафта. Ну и вот тоже уже образец, действующий образец в Беларуси, в Марьиной Горке, того, как выглядит трасса, жесткая трасса, вот, где снизу едет городской транспорт, сверху едет высокоскоростной транспорт. Вот, и все это, останутся пересадки, как раз-таки вот этот вот узел, где можно пересаживаться и дальше передвигаться, в общем-то, с одной веткой на другую. Вот, ну вот, да, это реальные фотографии с этого, этим летом сделанные. Потрогать можно руками, прокатиться, посмотреть, то есть, все это действует. Вот, автором технологии является Анатолий Эдуардович Юницкий, в общем-то, который, человек, который посвятил всю свою жизнь транспорту. Недавно, кстати, я забрал его очередную книжку. Вот, очень тоже интересно, я начал перечитывать, ну, прям, интересные факты. Вот, всю жизнь занимается транспортом, со школьной скамьи и в университете, и дальше он в институте в Гомельском, и, ну, все-все-все завязано на транспортную тематику. Вот, ну, и за это время было написано огромное количество и книг, вот, в частности, здесь мы видим струнно-транспортные системы на Земле и в космосе. Книга «Инженер», очень хорошее издание, иллюстрированное про вообще историю становления транспорта, о том, как дошли до такой жизни, вот, и как дошли к этим решениям, которые сейчас используются, и через какие сложности приходилось проходить, чтобы все это реализовать. Ну, в общем, такой очень хороший, в принципе, эту книгу можно купить в интернет-магазинах, вот, заказать, вот, и изучить технологию подробно, кому это интересно. Вот, дальше. Пару слов про технические моменты. Вот, мы здесь видим коэффициент радионимического сопротивления. Вот, почему это важно? Ну, вот, мы видим здесь, что CX в нашем скоростном болиде, он почти в 10 раз эффективнее, чем у обычного автомобиля. Ну, в общем-то, это позволяет развивать такие скорости. То есть, легко достигать скоростей 150 км в час, вот, и даже до 500 км в час скорость может развивать вот это транспортное средство в междугороднем режиме. Вот, ну, и раньше спрашивали, упадет или не упадет. Вот, на это отвечали мы, что не упадет. Ну, сейчас уже отвечать, в принципе, не приходится. Вот, уже неоднократно проверили, что все не падает, ездит. Поддерживающие ролики поддерживают. Мотор-колеса работают. Эффективность мотор-колес крайне высока. То есть, здесь нет потери электроэнергии. То есть, непосредственно подача идет на каждое колесо. То есть, вот, каждое мотор, каждое колесо, по сути дела, это отдельно взятый мотор. Вот, электромотор, который, в общем-то, развивает очень хорошую скорость и экономно, причем, расходу энергию. Вот, ну, и вот мы видим картиночку здесь вот слева. Городской пассажирский транспорт. Значит, вместимостью 14 человек. Ну, по сути, можно сравнить его с маршрутным такси в городе. Вот, ну, и здесь мы видим, что на этих 14 пассажиров, вот, на каждого из пассажиров тратится где-то 0,1 килограмма топлива. Ну, если переводить электричество в, например, в дизель. Вот, ну, то есть, 120 грамм на пассажира, то есть, в принципе, на 14 человек мы получаем чуть больше килограмм. Где-то полтора литра топлива. То есть, ну, а обычно маршрутный такси, конечно же, тратит, ну, раз в 6, наверное, больше. То есть, это, я думаю, что литра 8-10 в городском цикле она будет тратить. Вот здесь мы получаем полтора литра на 14 человек. Вот, поэтому эффективность очень высокая. Вот, ну, и так вот резюмируя все вышесказанное, вот, можем сказать, что по капитальным затратам, то есть, стоимость строительства самой дороги, зелененьким, видим, обозначен транспорт, струнный транспорт, минимальные капитальные затраты, ну, как бы, вот эта паутинка на фоне неба, естественно, она стоит намного дешевле, чем массивные бетонные какие-то конструкции, железобетонные, вот, и, в общем-то, ну, это очевидно, что это все дешевле, и дешевле именно с точки зрения строительства. Эксплуатационные расходы тоже минимальные, вот, нет необходимости чистить от снега, там, от песка, от латать дыры ежемесячно, вот, ну, в общем-то, то есть, расходы тоже минимальные. Расход энергии за счет применения мотор-колес, за счет применения электричества, за счет применения аэродинамической формы правильной, то есть, тоже расход энергии здесь минимальный, но при этом, при всем, вот, пропускная способность может быть больше, чем в Минском, либо Московском метро, то есть, пропускная способность до 50 тысяч пассажиров в час, вот, до миллиона пассажиров в сутки. То есть, все это может достичь за счет чистоты отправки транспортных средств, за счет невместимости, то есть, это может быть, ну, абсолютно гибкий график. Вот, загрязнение окружающей среды тоже минимальное, ну, потому как это электромобиль, по сути, на стальных колесах с автопилотом, то есть, загрязнение окружающей среды минимальное. Транспортная аварийность тоже минимальная, вот, сам футбол, факт поднятия над землей, вот, и избежание пересечения с биосферой, то есть, люди, детишки, животные, они все ходят снизу по земле, вот, а транспортная сеть, как бы, поднимается над землей, вот, и тем самым обеспечивается беспрецедентная просто безопасность на дороге, то есть, транспортная аварийность минимальная, вот, и если сравнить, допустим, с автомобильными дорогами, то ежегодно на автомобильной дорогах гибнет до полутора миллиона человек, вот, в мире в год полтора миллиона человек гибнет, вот, ну, и не говоря уже про 10 миллионов, которые остаются инвалидами, коллегами, то есть, и которые необходима помощь, медицинская помощь. Вот, тем самым, подняв транспортную систему над землей, вот, мы избегаем очень-очень многих проблем и сохраняем жизни, в общем-то, и безопасность поднимается и так далее. Вот, ну, и, в общем-то, вот, глядя на эту картинку, резюмируя все вышесказанное, можно понимать, что данная транспортная система является идеальной транспортной системой, вот, за которой есть, однозначно, есть хорошее будущее. Вот, ну, и мы видим здесь несколько видов подвижного состава, то есть, это и двухместная, и шестиместная, и четырнадцатиместная, и могут быть это составные подвижные составы, высокоскоростные, городские, для горной местности, то есть, абсолютно разное применение. Также есть варианты и для грузоперевозок, то есть, мы видим вот здесь контейнерный перевозок, кстати, в изначальном бизнес-плане не было предусмотрено контейнерный перевозок, но, как бы, заказчики, потенциальные заказчики интересуются, проблемы в логистике есть, вот, поэтому Анатолий Эдуардович Юницкий, как истинный инженер, естественно, эти проблемы все решает, вот, и предлагает конкретные решения для конкретных ситуаций. Вот мы видим картиночку, как хорошая, из Марьино Горки, где все, ну, или не все, а почти все виды уже подвижных составов уже находятся на путевой структуре, находятся в движении, то есть, все это уже тестируется на нагрузке, ну, и работает, функционирует. За все время получено огромное количество сертификаций. Недавно мы с вами смотрели, что началась сертификация в Объединенных Арабских Эмиратах уже, контейнерной трассы, вот, поэтому ждем уже вот-вот, и там тоже подвижек. Огромное количество патентов, патенты за 40 лет были получены во многих странах мира, то есть, это и азиатские, и европейские, и американские патенты, то есть, японские, китайские, то есть, ну, тут патентов, очень дипломов, огромное просто количество, все это находится в Минске, можно посмотреть, при желании, в открытых источниках, можно посмотреть, вот, и в музее в Минске, если это есть, то есть, можно смотреть. Вот, помимо всего прочего, сама компания-разработчик, которая находится в Минске, всегда открыта к новым трудовым таким вот кадрам, вот, людям, студентам молодым, вот, которые защищают дипломы, вот, и потом в дальнейшем с возможностью какое-то некое трудоустройство, ну, то есть, либо какого-то сотрудничества, то есть, всегда все это приветствуется. Ну, вот мы видим здесь студента, студентов из Шарджи, университетов Шарджи, также были и защиты из Австралии, были и из Белоруссии, и из России, вот, проводились даже конкурсы дипломных работ, вот, ну, и я в том числе в 2018 году защищал диплом, вот, по, тут, а также трасса из Минска в аэропорт, вот, бизнес-план строительства грузопассажирской трассы по технологии SkyWay, ЗАО, струнные технологии, вот, поэтому дипломные работы также проводятся, научная жизнь кипит, вот, и, кстати, в этом году было, была пройдена аккредитация ЗАО, струнные технологии в Национальной Академии Наук, вот, и в Госкомитете по науке и технологии. Вот это позволило компании получить статус научной организации, то есть, помимо всего, вот, это вот, производственного комплекса, то есть, не просто производственная компания, инновационная, производственная, стартап, там, какие-то можно придумать слова, вот, но не каждый стартап может быть научным, не каждое производственное предприятие может быть научным, то есть, это, ну, это особый статус, вот, ну, и тоже приводится пример, что на предприятии работает 11 кандидатов наук, 5 сотрудников имеют ученое звание доцента, более 10 преподают в вузах страны, то есть, активно очень ведется взаимодействие с белорусскими вузами, то есть, потому что кадры решают все, то есть, кадры должны быть квалифицированными, кадры должны быть молодыми, вот, ну, и, в общем-то, деятельность эта научная, она идет, но это не может не радовать, вот. Ну, и компания ЗАО Струнные Технологии всегда соблюдает режим такой максимальной открытости, то есть, есть всегда и отчеты, аудит, можно посмотреть ежегодный аудит, он обычно публикуется летом за предыдущий год, ну, и мы видим, в общем-то, какие балансы на предприятии, сколько тут выходит на фонд заработной платы, сколько была выручка за год, вот, ну, и тоже этот цифр, в принципе, допустим, за предыдущий год мы видим, ну, иногда просто люди говорят, то есть, вот вы столько лет строите, строите, ничего не зарабатываете, вот, а когда же вы начнете зарабатывать, то есть, когда же вы начнете генерировать какую-то прибыль, вот, ну, и если дорога пока не строится, где-то какой-то коммерческий проект, это не значит, что компания не зарабатывает, то есть, ведется деятельность, есть там станки, очень дорогие станки, которых просто эксклюзивные в Беларуси, вот, и где выполняются определенные заказы, вот, и эти заказы приносят неплохую выручку, но мы видим, что за 21 год выручка выросла почти в 6 раз, вот, и составила много не мало 30 миллионов белорусских рублей, вот, 30 миллионов белорусских рублей, это почти 12 миллионов долларов, 12 миллионов долларов выручка за год, вот, если разделить на количество месяцев, то есть, миллион долларов ежемесячная выручка, то есть, ну, много это или мало для предприятия, думайте сами, вот, но она есть, вот, поэтому движемся дальше, ну, в компании работает больше 600 человек, то есть, периодически до ковида там было чуть больше, потом во время ковида были сокращения, стало чуть меньше, сейчас, ну, то есть, в пределах от 600 до 1000 человек инженеров работает в компании, ну, тут мы видим одно из зданий на улице Чеботарева, здесь у нас второе здание на улице Железнодорожной 33, вот, ну, в общем-то, уже здесь на Железнодорожной 33 и сосредоточен весь основной актив интеллектуальной компании, где находятся инженеры, архитекторы, дизайнеры, бухгалтеры, юристы, в общем-то, весь интеллектуальный состав, вот, ну, а уже в Шабанах находится, в общем-то, сборочное производство, то есть, рубки компании, где происходит сборка подвижных составов и дальнейшая их отправка вот сюда, в Марину Горку, на испытательный участок площадью 36 гектаров, где, в общем-то, все тестируется, прогоняется, там, на скорость, на нагрузки, то есть, вообще, на износ, вот, здесь уже построено 5 видов трасс, еще 2 находятся в процессе строительства, в общем-то, многие из нас уже там побывали, видели все это своими глазами. Вот, и в 2019 году, когда проектом заинтересовались в Объединенных Арабских Эмиратах, вот, ну, и, в общем-то, спросили, ну, вот у вас тут европейский мягкий климат, вот, у вас тут все ездит, все работает, а сможете ли вы сделать в наших суровых, жарких условиях? Ну, Анатолий Дардович Ницкий сказал, что без проблем, сделаем, вот, был бы заказ из Антарктиды, сделали бы в Антарктиде, технология универсальная, вот, поэтому каких-то проблем, вот, не возникнет, все сделаем, вот, ну, и, в общем-то, вот уже мы видим результаты деятельности в Эмиратах, уже есть несколько, уже есть одна сертифицированная трасса, вот эта трасса легкая, сейчас уже начался процесс сертификации второй трассы, жу, более тяжелый, для тяжелых контейнеров, вот, ну, и, в общем-то, весь 21 год было, приезжало огромное количество репортажей, репортеров, делались репортажи, со всего мира, то есть и канадцы, и японцы, и из Бразилии, и из Франции, то есть, со всего мира приезжали, снимали репортажи, на CNN американском были репортажи, вот, потом начался период выставки в Дубае, экспо-2020, в общем-то, очень много и из Африки было делегаций, очень много было из Индии делегаций, из Европы были делегации, вот, из Австралии, то есть, ну, в общем-то, со всего мира приезжали в Дубай делегации, причем правительственные, бизнес-делегации, вот, ну, и все оставляли очень позитивные, положительные отзывы о том, что как круто, как футуристично все выглядит, как необычно, как продуманно, как идеально гладко, ровно, то есть, и, в общем-то, происходил обмен контактами, вот, ну, и сейчас эти контакты все обрабатываются, и, ну, в дальнейшем мы видим уже новости, там, из разных уголков планеты, где происходят те или иные события, ну, вот мы видим, да, и в Индии, вот, также был размещен модель струнного транспорта, установили в центральном корпусе, SRTI Park, вот, SRTI Park, это, в общем-то, парк, научный парк в Шадже, в общем-то, под крылом которого и происходит вся деятельность в Объединенных Арабских Эмиратах, они гордятся этим проектом, вот, постоянно на всех своих семинарах рассказывают про, одним из первых включают всегда именно проект струнного транспорта, вот, гордятся этим проектом, есть и большое количество репортажей на радио, на телевидении, вот, мы видим, Юскай Транспорт продемонстрировали на Шадже ТВ, то есть, это прям, ну, гордость, гордость, можно сказать, университета Шаджи, вот, ну, и также в этом году была выставка в Берлине, вот, ну, и уже в этот раз, она проводится каждые два года, вот, если два года назад ее не было, четыре года назад сама компания представляла, вот, то сейчас уже, струнный транспорт рекламировали само управление дорог и транспорта Дубая, вот, в общем-то, которые включили данный транспорт в план, проект города, вот, как развитие города, городской инфраструктуры, поэтому тоже это не может не радовать, вот, ну, да, ну, и вот тоже мы, то, что я говорил, что идут весточки из разных концов планеты, ну, тоже, в частности, в Индонезии, казалось бы, прошла выставка, вот, ну, и сразу же появился интерес, вот, и какие-то пошли дальше контакты, то есть, какие-то планы по развитию технологии в этом регионе. Так, ну, и тоже тут пару слов можно сказать про вьетнамскую делегацию, то есть, которая приезжала к нам осенью в Марину Горку, здесь находились около двух недель, очень активные, яркие, такие заряженные молодые люди, вот, ну, которые, в общем-то, давно хотели приехать, вот, их, наконец, выбрались, тоже были вопросы и с визами, и с всевозможными ковидными ограничениями, ну, наконец-таки их мечта сбылась, вот, они побывали в Беларуси и на площадке, где происходит испытание, и непосредственно в производстве побывали, то есть, ну, в общем-то, все это воочию увидели. Так, ну, и двигаясь дальше, вот, адресные города, адресные проекты, линейные города, ну, и вот так вот, в принципе, может выглядеть пересадочная станция в городе, в обычном, то есть, снизу люди, сверху транспортная система. Вот так могут выглядеть уже какие-то междугородние трассы, то есть, где мы видим, здесь уже появляются вот такие вот башни, вот, ну, и, в общем-то, так как принцип здесь трасса натягивается между анкерными опорами, то вот анкерные опоры может быть как маленькое здание, как мы видели на картинке, так и вот такие большие башни, которые, в общем-то, могут выступать не только анкерные опоры, но и целым центром деловой жизни, где могут быть вся инфраструктура, начиная там от школ, детских садов, поликлиники, там, больницы, кинотеатров, в общем-то, ну, любого, как центра досуга, вот, а вокруг такое, как бы, место расселения людей в своих частных домах, на природе, вот, ну, и, в общем-то, сам город может свою привычную нам структуру городскую, вот, он может вот сформатироваться вот в такой вот вариант шахматного города, вот, или линейного города, то есть, можно называть, в принципе, его по-разному, вот, ну, и вообще, сам линейные города, то есть, в общем-то, очень поддерживается организация объединенных наций, вот, которая уже несколько раз поддерживала Анатолия Дарвича в его финансовыми грантами, то есть, на развитие технологий, вот, потому как проблему перед населением в городах никто не отменял, вот, ну, и, в общем-то, и концепция линейных городов может разгрузить, поможет разгрузить города, то есть, решить очень-очень много проблем, вот, вытекающих из, вот, скученности и так далее. Так, ну, и вот тут же еще чуть более новые наработки, то есть, тут уже вводится понятие горизонтальных небоскребов, вот, где, ну, вместо частных домов могут быть вот такие вот горизонтальные поселения, но это уже отдельно такая, углубляться сильно не будем, вот, тоже концепты кластерных поселений, там, поселения людей по интересам, то есть, все это может быть тоже в будущем реализовано, вот, довольно интересно. Вот, ну, и вот мы видим, что потенциал, соединив там два города такой трассой, потом еще два города пропродолжить, то есть, в принципе, сеть, транспортная сеть может вырасти в целую такую сеть Транснет, транспортную сеть, вот, и так как сейчас уже есть в мире сеть интернет, вот, сеть передачи людей, передачи данных, вот, точно так же сеть Транснет может быть такой сетью для передачи людей и грузов, то есть, в общем-то, вот такой вот задел на будущее. Вот, ну, и переходя к сегодняшнему дню, почему все-таки мы до сих пор еще собираемся и все про это рассказываем, то есть, сейчас мы находимся по бизнес-плану в преддверии 15-го этапа, то есть, фактически уже на завершающей стадии, вот, ну, и, в общем-то, в планах достроить необходимо 20 километров высокоскоростной трассы, достроить трассу для контейнерных перевозов. Ну, трассу для контейнерных перевозов уже фактически заканчивается, то есть, уже началась ее сертификация, вот, и уже ожидается, что в конце января, начале февраля, следующего года, уже будет она и засертифицирована, вот, и действовать, и уже будут там даже приглашать гостей, ну, для, ну, для демонстрации, для такого торжественного запуска. Вот, ну, и, соответственно, по сути дела, то есть, в планах достроить 20 километров высокооскоростной трассы. Где она будет находиться, пока еще неизвестно, то есть, может быть, это будет в Беларуси, как продление вот этой вот трассы дальше, потому что сейчас расстояние только один километр. Может быть, это будет в Безюненных Арабских Эмиратах, может, это будет где-то еще в другом месте, то есть, пока мы не знаем, вот, ну, потому что 20 километров участок получить не так просто, вот, ну, в принципе, всевозможно все, поэтому пока мы ждем каких-то, какой-то информации по этому поводу. Поэтому проект находится в такой завершающей стадии строительства, то есть, именно формировании ядра технологии. Вот, ну, и так как проект развивается за счет краудинвестинга, то есть, есть люди, которые работают в компании, это инженеры, дизайнеры, архитекторы, есть люди, которые финансируют проект. То есть, по сути дела, проект поддерживается именно народными, народная поддержка. То есть, люди, которые оценивают проект, которым нравится эта идея, которые готовы поддержать проект, поддерживают его либо своей какой-то активностью, либо поддерживают его финансово, либо поддерживают. То есть, в общем-то, любым доступным способом. Есть пакеты для студентов, для малышей, для пенсионеров, для предпринимателей, для крупных бизнесменов, для мелких бизнесменов, то есть есть рассрочки, есть разовые пакеты, рассрочку, то есть в принципе на любой вкус и цвет. Здесь можно выбрать свой вариант и поддержать проект, чтобы он развивался еще быстрее, развивался вместе с вами, чтобы вы получили за свое участие долю в проекте. Ну в общем-то каждый человек, который поддерживает проект, получает свою какую-то запись, свою дольку, вот эта долька регистрируется в специальном реестре, то есть это не краудфандинг, где подарил и там и ждешь какой-то продукт, а это краудинвестинг, то есть где поддержал проект и получаешь какую-то свою инвестиционную долю. Ну в общем-то, которую можно передать и по наследству детям, внукам, в общем-то, которую можно продать как какую-то собственность, там сохранить и так далее, и так далее. Вот поэтому кому откликается данный проект, изучайте информацию, вот поддерживайте проект, вот ну и с вами или без он будет в любом случае развиваться, вот, но возможности бывают такие нечасто, вот, ну поэтому рассматривайте и подключайте. Вот, ну и переходя сейчас уже к новостям, новостей на этой неделе было не так много, вот, но есть одна интересная новость, которую я вначале немножко озвучил, о том, как компьютер видит будущее транспортной системы Москвы. Вот, ну и вот тоже тут статья, что представлена концепция транспорта будущего Москвы, вот, и музей транспорта Москвы в рамках проекта Москва-Сити представил прогноз развития транспортной сети города, вот, ну и там сгенерированы компьютерные программы, иллюстрации, которые демонстрируют, как изменится столица России в будущем, вот, если внедрить новые транспортные технологии. Продемонстрированы варианты организации транспортных систем Москва-Сити, вот, и других столичных узлов с интенсивным движением. В визуализации прослеживаются основные тенденции развития крупных транспортных узлов будущего, то есть озеленение, организация пешеходных переходов, замена громоздких конструкций облегченными вариантами, перериспределение пассажиропотока на несколько уровней. Вот, ну и, в общем-то, компьютер поставленную задачу обработал, сформировал определенную картинку, вот, которую мы сейчас увидим, вот, ну и, в общем-то, как вывод, немножко вперед, то есть можно сделать, что технологии UST уже соответствуют данной концепции, то есть рельсо-струнные эстакады расположены над землей, вот, что эффективно решает проблему автомобильных дорог и пробок, гибкость строительства путевой структуры, в основу которой заложен принцип бережной интеграции в окружающую среду, то есть, ну, сама гибкость строительства не нарушает движение грунтовых и поверхностных вод, сохраняется натуральный ландшафт, вот, ну, и третье, транспортные структурные комплексы UST способны обеспечить перевозку до 50 тысяч пассажиров в час, в общем-то, что обеспечивает тоже, как бы, пассажиропотоки и так далее, вот, ну и сейчас посмотрим, готовы, все готовы, поставьте плюсики, готовы, посмотреть на то, как компьютер видит будущее, поставьте плюсики, если готовы, все, вижу, готовы, Елена, благодарю, так, ну что, тадам, вот, так он видит нашу реальность, в будущем, ну и что мы видим здесь, мы видим здесь, как раз-таки надземные транспортные системы, вот, струнные или не струнные, ну, судя по, по, скорее всего, что да, вот, видим туда же какую-то летающую тарелку, где-то там далеке, не знаю, может быть, это дрон, что-то с дроном связанное, вот, много зелени, вот, ну, вот, можете написать, что вы еще тут видите, ну, многоуровневые развязки, надземные, надземный транспорт, зелень, пешеходные переходы, ну, вообще-то, красивые такие, футуристичные дома, вот, вот, это одна картиночка, вот, сейчас посмотрим еще одну, так, ну, и вот еще одна картиночка, вот, здесь уже, наверное, что-то, уже дрон будет от Юницкого, да, может быть, это, ну, тут уже, так, как бы, как будто бы немножко дальше, то есть, это уже не на 100 лет, это, наверное, лет на 200 вперед, вот, тут уже такие, прям, ближе к Дубаю, ну, в общем, ну, да, возможно, здесь что-то ближе к Дубаю, какой-то смесь Дубая и Аватара, вот, вот, ну, здесь, наверное, все-таки ближе, ближе к Москве, вот, ближе к Дубаю, вот, ну, вот, таким мы видят будущие компьютерные сети, нейросети, и, в принципе, вот, такой интересный, и вот эти все плакаты будут размещены тоже в Москве, там, на выставке специальной, где можно будет их до мая вживую смотреть, вот, и, в общем-то, удивляться. Так, дальше, ЮСТ продолжает работу в Сальвадоре, недавно мы слушали, что интерес, там, на самом высоком уровне был в Сальвадоре, ну, и, в общем-то, тоже продолжается работа инженеров Юнистских Сталин Технологич с представителями Сальвадора, вот, ну, и тут тоже дается такая некая сводка, вот, что в 21-м году Сальвадор посетило более миллиона 400 гостей, то есть это высокий рост населения региона вызывает острую необходимость в активном развитии транспортной системы. Большое количество памятников, архитектуры, плотная городская застройка создали запрос на применение альтернативной транспортной технологии. Транспорт ЮСТ идеально подходит для проведения экскурсий, например, в национальных парках или природных заповедниках. Туристы и жители Сальвадора смогут насладиться живописными видами без вмешательства транспорта в экосистему региона. Вот, ну, еще вот интересный момент по Сальвадору. На территории страны находится более 20 действующих вулканов. Вот, представьте, только за последние 200 лет столица Сальвадора была частично разрушена 5 раз. В таких ситуациях спасателям нередко приходится доставлять самые необходимые для спасения жизней по полностью разрушенным дорогам. Ну, и, в общем-то, здесь тоже технология ЮСТ, она вне конкуренции, то есть мы неоднократно видели эти опыты, когда есть трасса, где рушат какую-нибудь промежуточную опору, то есть, в принципе, она сейсмоустойчивая, вот, и поэтому любые вот такие вот жизненные проявления, там, как вулканы, там, зеленотрясения, все это устойчиво, и дороги ЮСТ, они, как бы, не подвержены, то есть, они не крушатся, не ломаются, то есть, они функционируют, продолжают функционировать даже в самых жутких условиях, там, цунами, там, землетрясения, движение вулканов и так далее. Вот, так, ну, и продолжая уже больше для партнеров информация, то есть, на прошлых выходных проводилось обучение для партнеров, вот, приглашали специальные спикеры, которые рассказывали, ну, на самой разнообразной тематике, вот, обучение все это есть, то есть, можно в кабинетах посмотреть, записаться на следующий поток обучения, то есть, в принципе, сейчас очень много делается именно такой, для активных партнеров, обучающих курсов, тренингов, вот, поэтому, кто хочет развиваться вместе с компанией, тоже в кабинетах все это можно найти, вот, ну, и уже в завершение, то есть, продолжается суперфинал СВЦ Champions Challenge, вот, где люди борются за поездку в Объединенные Арабские Эмираты, где за миллион долей, вот, розыгрыш, в общем-то, ну, и продолжается все это, уже третий этап соревновательной гонки. Так, ну, в принципе, на этом у меня все. Вот, Олег, ты где? Включайся. Вот, это уже слайды с предыдущей нашей встречи. В принципе, давайте отмотаю на ту картиночку, которая была с нейросетями. Ну, вот, довольно... Какая тебе, Олег, больше нравится, вот эта или вот эта? Ну, мне, конечно, больше нравится с зеленью. С зеленью. Поэтому, да, вот эта картинка, она вторая, она даже немножко пугает, потому что там все мы, да, люди, мы тут больше для роботов каких-то. Понятно, что это все технологично, все, но, честно говоря, меня немножко пугает, потому что я говорю, что Дубай, ну, впечатляет, но многие даже очень быстро устают вот от этих небоскребов, поэтому там как-то хочется, чтобы было больше зелени, и вот мы должны вообще наслаждаться, что у нас такой красивый зеленый город Минск. Все восхищаются, когда приезжают, вот, поэтому посмотреть так интересно, наверное, и побывать так интересно, но жить, конечно, вот там, видишь, маленькие-маленькие человечки с самого внизу, вот на этой картинке, вот, вот что, что это такое, то есть тебя просто, ты просто муравей, да, букашка, никакая, вот, тебя там никто не заметит, не увидит и так далее, то есть немножко такое, конечно, двоякое, двоякое впечатление, так могу сказать. Ну, ясно, значит, перейдем вот к такому. Да, мне кажется, вот швейцарский, если кто-то, вот, допустим, даже есть такие вот ролики, снимают постоянно, вот, можно набрать там, как поезд движется по швейцарским там альпам, да, вот вообще. И вот это вот действительно завораживает, это природа, вот эти вот коровки, они постоянно чистенькие там стоят, у них вот эти вот огромные колокольчики висят на шее, вот смотришь, его действительно, зеленые луга, потом горы поднимаются, там где-то наверху шапки снега, потом чистейшее небо красивое, вот это вот, вот от этого никогда не устанешь. А вот от, скажем так, урбанизации, конечно, устаешь быстро, я могу сказать так, но вот как-то передавливает очень сильно душу, душу такую человеческую, если она, скажем так, есть, ну вот так могу сказать. Ну да, вот и деревья, это энергия, как я сегодня тоже говорил, что идешь среди деревьев, заряжаешься, в чем чувствуешь, как они, воздух, там, энергия от них идет, а когда живешь где-то бетонных таких вот конструкциях, то, конечно, да, бетон сильно не зарядит. Вот тут это точно. Так что будем стремиться все-таки к зеленому, как Анатолий Дуарович говорит, что построить дом, да, лужайка, чтобы было быстрое перемещение там куда-то нужно, а так вот свои помидорчики, огурчики, ну что-то в радость было, не так, что, конечно, как у нас люди иногда, ну, это превращается уже вообще в какой-то там, ну, не на продажу, для себя, вот именно, тогда, наверное, будет это все интересно, сорвать огурчик, тут же вот, как бы, с куста, да, помидорчик, орех, спасибо, Леша, подарил мне, да, отошли, отошли, Леша, орешки, мы туда будем по осени, ой, по весне высаживать, вот, и это здорово, да, когда вот, вот это вот, ягоды с куста, это, или там, вишня с дерева, яблоко с дерева, это, наверное, это очень дорогого стоит, да, так что вот.